Старый оскол поддержал Владимира Путина. На прошедших выборах президента страны явка на избирательные участки округа составила 63%. Из них 75% отдали свои голоса именно за этого кандидата. Выборы прошли на этот раз без провокаций, конфликтов и других негативных обстоятельств. Выборы признаны действительными. Нарушений законодательства, избирать законодательства в ходе избирательной кампании не было. Что бы могло повлиять на результаты голосования? Никаких инцидентов. И так как мы переживали, что будут наблюдатели со стороны других кандидатов, что-то произойдет, не было. Что касается других кандидатов, то только Павел Грудинин смог перешагнуть отметку в 10%. А если точнее, то он набрал 13%. Старый оскол уже традиционно оказался последним по явке в области. Хотя на выборах президента оскольчане всегда активнее, чем на каких-либо других. 63%. Конечно, это, как бы мы говорили, недостаточно. Ибо мы опять же заняли лидирующее последнее место по всем показателям, отстав от некоторых территорий больших на 1-1,5%. Но это по сравнению с 2017 годом, когда у нас было 32% явка. Мы будем говорить, что, конечно, наши избиратели поняли ответственность этих выборов, важность избрания президента Российской Федерации на последующие 6 лет. Стоит отметить, что по предварительным данным, самым активным населенным пунктом стало село Потудань. Там на участки пришли все 100% голосующих. 100% явка. Потудань. 100% явка. Эти выборы показали, что население округа поддерживает существующий курс руководства страны. Субтитры создавал DimaTorzok